У берегов Амурского залива рыбаки вышли на массовый промысел медуз. Эти обитатели моря никогда не считались в России съедобными, но ценятся как деликатес в Китае, Японии и Корее, где их называют хрустальным мясом. Пока все выловленные животные отправляются на экспорт. Между тем, ученые говорят, что к этим полезным дарам моря, продлевающим жизнь, следует приучить и россиян. Из медуз можно делать салаты и даже чипсы. Рыбаков в море сопровождал наш собственный корреспондент в Приморье Игорь Сорокин. Ловись медуза большая и маленькая. В акватории Амурского залива в Приморье началась необычная путина. Рыбаки не с удочками, а с очками в руках ведут охоту на рапелему. Медузу, пугающую туристов и заполонившую все прибрежные воды. Вот большая, вот ее. Взяли. Никогда прежде приморским рыбакам не приходилось добывать медуз в промышленных масштабах. Считалось, что этот обитатель подводного мира абсолютно непригоден для промысла. Сегодня же рапелему тоннами доставляют на берег. Если медузу добывают, значит это кому-нибудь нужно. Русскому человеку такой продукт вряд ли придется по вкусу. И с ним он практически не знаком. А вот китайцы, корейцы и японцы наоборот считают медузу морским деликатесом и называют ее хрустальным мясом. В Китае ее продают по 5 долларов за килограмм. Каких-либо квот на рапелему не существует. И потому ловить ее можно в неограниченных количествах. Очень богатая кормовая база, в отличие от, ну, в сравнении с азиатскими морями. Вот, и поэтому здесь достигают максимальных размеров. В принципе, и поэтому, наверное, ценится в Китае, ну, вот именно наша медуза. Ловят рапелему русские рыбаки, а в заводских цехах над ней колдуют уже китайские технологи. Лишь они одни знают, как правильно заготовить медузу и свои рецепты держат в секрете. Медуза сейчас мягкая, делишь хлебник такой, чем хлебник, чем лучше, и чем вкусно. Так, если мягкий, как этому, невкусно. Но это новый, это через неделю буду готовый. Сама по себе медуза – продукт без запаха и вкуса. Но, как считают в Китае, рапелема продлевает человеку жизнь. Благодаря содержанию в ней витаминов, минералов и аминокислот. Не все вещи, которые мы едим, полезны, но мы их едим. А с другой стороны, чем вкуснее еда, тем вреднее для здоровья. Есть такая закономерность. Свой интерес к рапелеме сейчас проявили и российские ученые. Есть идея с помощью рецептов, которые еще предстоит придумать, внедрить медузу и в наш повседневный рацион. Привыкли же к крабам, к совершенно необычным видам моллюсков. Таких вот, например, как она, да, распизала, можно их очень много перечислять, и они тоже считались раньше, мягко говоря, непригодными в еду. Сейчас они употребляются вполне с удовольствием. В каком виде и когда медуза появится на наших прилавках, пока не ясно. Это вполне могут быть и салаты, и лекарственные добавки, и даже столь популярные сейчас чипсы. Игорь Сорокин и Максим Минцев, телекомпания НТВ, Приморский край.